Мы можем создать успех бренда буквально за несколько дней. 2 миллиона единиц продукции нашей в месяц. Человек должен гордиться тем, что он делает. Баночки, кисточки. Я точно понимаю, что сегодня нужно, что сегодня не нужно. Косметика – это вечный спутник человека на всех этапах его жизни, становления. Поэтому 25 лет я просыпаюсь утром, думаю про Интершарм, я засыпаю, думаю про Интершарм. Всем привет! Меня зовут Наталья Шик, и сегодня очередной наш бьюти-подкаст. Мы разговариваем о бьюти-индустрии, серьёзно о её создании. И сегодня у меня очень желанный для меня гость. Человек, который создаёт великое дело очень много лет. Председатель Оргкомитета выставки Интершарм. Ведущая канала Бьюти А.Д. И, конечно, потрясающий аналитик, человек, который знает о бьюти всё. Анна Дычева. Привет! Когда я затевала эту рубрику, я точно думала, что я тебя позову. Я не была готова сразу, потому что разговаривать с таким великим человеком нужно набраться сил, смелости, информации. А о тебе, между прочим, вообще ничего нет. И мы все знаем, что ты создала огромное событие, мероприятие, масштабное. Интершарм – это то место, где люди все встречаются. Потребитель с продавцом, продавец с производителем. И ты являешься тем человеком, который сводит этих людей, знакомит на протяжении уже 25 лет. Да. 25 лет. И я была у тебя на мастер-классе, и ничего более прекрасного я, правда, в своей жизни не слышала в бьюти. Это было настолько красиво, настолько мощно, настолько сознанием дело, что я хотела бы сегодня продолжить то моё послевкусие, которое я ощутила, посетив твой класс. Я была у тебя на мероприятии, когда Интершарму было 25 лет. Мы ещё несколько раз сталкивались в некоторых процессах, но поговорить у нас никогда не получалось. Поэтому сегодня позволь задать тебе интересующие меня вопросы и поговорить, конечно же, о бьюти. Спасибо, что позвала меня сюда, к себе, на разговор. И я большой фанат твоего бренда, пользуюсь регулярно карандашами. Мы дарили подарочек. Да, помадой. Хотя я небольшой знаток. Когда я смотрю твои видео, как ты работаешь или как работают с тобой визажисты, я, конечно, надо сказать, отдыхаю, когда на это смотрю. Потому что так за все эти 25 лет я и не научилась подводить глаза. Мне кажется, это не обязательно. Есть специалисты. Да, это правильно. Как тебе пришла идея создания Интершарма? Мы всё-таки про него будем много говорить, потому что это дело твоей жизни. И тебе приятно о нём говорить. И в рамках Интершарма развивалась вся твоя дальнейшая карьера. Как пришла эта идея и как это перевернуло бьюти-мир России? Знаешь, на самом деле Интершарм появился за 5 лет до моего появления в жизни Интершарма. То есть была группа энтузиастов, которые занимались дистрибуцией парфюмерно-косметического бренда. И это было в 1994 году. И они поняли, что нет механизма, нет площадки, где производители могут встречаться с салонами красоты, где бренд может знакомиться с своей продукцией с парикмахерами и так далее. И вот так появился, собственно говоря, Интершарм. Он появился в 1994 году, мы отпраздновали 30 лет. И я пришла в команду этой выставки в 1999 году молодым выпускником после института, который очень увлекался бьюти уже тогда, но с точки зрения больше аналитики. Меня больше интересовало, какие новинки появились, почему рынок развивается таким образом или другим образом. Меня меньше интересовало, как ни странно, но как всех девочек больше интересует, как пользоваться продуктом, а меня больше интересовало, как он создаётся и почему он продаётся, а какой-то продукт почему не продаётся. Вот, и поэтому в 1999 году я подхватила, стала частью команды Интершарм, и потом с тех пор многое менялось с точки зрения оргструктуры. Я вот 25 лет, это моё любимое детище, которое вот последние два года стало моим детищем. А, всего два года? Нет, ну я 25 лет работаю в компании, но она меняла собственников, и вот последний собственник, это я и вот мой коллега выставкой. На тот момент владела британская выставочная компания, и, соответственно, они приняли решение больше не проводить эту выставку, а поскольку это был бренд, рождённый в России, рождённый для парфюмерно-косметической отрасли России, и это, между прочим, мероприятие, которое входит в пятёрку крупнейших бьюти-мероприятий мира, мира, не Восточной Европы, не России, а мира, то мы не могли себе позволить сделать так, чтобы это мероприятие больше не проходило, и поэтому мы сгруппировались и сделали всё возможное для того, чтобы получить право проведения выставки в России, и, соответственно, ну, как сказать, когда делаешь продукт, ты всегда ассоциируешь себя с этим продуктом, это твоя детка, ты можешь о нём говорить бесконечно, ты живёшь его проблемами, и здесь было очень интересно, вот за 25 лет, что я делаю эту выставку в разном качестве, менеджером по продажам, директором по маркетингу, я прошла все стадии, поэтому наша команда прекрасно знает, что я работала практически в каждой должности в рамках проекта «Интершерм», и вот эти 25 лет, как детка, он когда растёт, у него разные проблемы роста, да, когда он начинает осваивать какие-то новые навыки, когда он переживает проблемы роста, когда рынок вокруг меняется, и как он должен к нему адаптироваться, и вот все эти 25 лет, мне кажется, что «Интершерм» не терял своей актуальности, потому что мы всегда были таким не только местом встречи, но и таким маячком, да, показывая, вот смотрите, через 2-3-4 года вот и этот вектор будет развиваться. У нас там на выставке впервые появилась там зона зелёной косметики, мы всячески поддерживали российских производителей натурально-органической косметики, рассказывали людям, что это такое, проводили семинары, обучение, сделали премию специальную, чтобы люди имели право получать заслуженное признание за свой труд, который они делают, плюс там зона бьюти-гаджетов, зона российских производителей, ещё когда никто не говорил вот в таком масштабе про российское производство, и все хотели только там французскую тушь и итальянскую пудру. Да, признаваться в собственной национальной принадлежности с точки зрения бренда. Мы уже в 2007 году сделали российский павильон, который назывался R-бьюти, собственно говоря, вот как бы, как вот есть K-бьюти, а у нас был R-бьюти, и мы всячески это продвигали для того, чтобы именно поддерживать небольшие маленькие бренды, чтобы они могли расти, потому что им же так тяжело, маленький бюджет, сложно выделиться, сложно правильно провести переговоры с сетями. Мы помогали, мы делали вот эти вот свидания с сетями, где рассказывали, до этого свидания рассказывали, вот сетью надо вести переговоры вот таким образом. Ты пришла всё-таки с тот бренд, за которым шла огромная аудитория твоих поклонников, твоих подписчиков, и сеть, конечно, хотела тебя, потому что они хотели тот трафик, который ты можешь привести в их сеть, и заодно этот трафик купит ещё какие-то другие продукты. А если, например, бренд только начинают, и нету вот такого, скажем, персонали, которые вот этот вот инфлюенсер-маркетинг, он же начался, ну, буквально там последние, там, сколько, 7-8 вот так вот активно лет, то, конечно, это сложный деловой процесс, потому что в косметике сливаются очень много вещей. Есть харизма основателя, есть технологии производства, есть элемент удачи, да, попадание какой-то вот в этот тренд и так далее, тяжёлый труд, но ещё и это деньги всегда. И поэтому очень часто вот какой-то составляющей в критический момент иногда не хватает. И вот задача интершарма, собственно говоря, дать вот эту платформу и обратную связь, и вот ту знаковую встречу с клиентом, которая может изменить жизнь. Да, и поэтому, да, 25 лет я просыпаюсь утром, думаю про интершарм, я засыпаю, думаю про интершарм, про то, каким он должен быть, какие темы он должен осветить, как он может помочь брендам на разных этапах развития и сделать продукт, который устраивает 1300 компаний, которые участвовали, вот в прошлом году был самый большой интершарм в истории, 1240 компаний, как сделать так, чтобы каждая из этих 1240 компаний в разных сегментах, из разных стран, на разном возрасте своего развития могла найти то самое на выставке, это непросто. Я соглашусь, ну, во-первых, организовать это всё, найти пространство, собрать людей, дать им надежду и понимание, что они найдут и решат свою задачу. Ты такой человек, который, ну, точно знает другую сторону бьюти. Вот наши покупатели, наша целевая аудитория, девочки, наши покупатели непосредственно, они, конечно, знают бренд, ну, и знают, может быть, личность, если она есть у бренда, лицо бренда, но не знают ни производителя, ни вот этих вот генеральных директоров, не знают вот этих вот возможностей, как познакомиться, куда пойти на контрактное, кто даёт контрактное. И многие люди не в свидании друг с другом. И, конечно же, если с тобой познакомишься, ты человек, который точно может сказать, вот ты делаешь это, а вот эти производят это, подружитесь и начинайте делать. Это я заметила, когда я была на дне рождения Интершарм, и было вот это мероприятие, где все друг друга знали, потому что знали тебя. Я была там белой вороной. Ну, неправда. Тебя все знали, все хотели с тобой сфотографироваться, все говорили, пришла легенда. Я их просто не знала, потому что я немножко по-другому делала бизнес бьюти, именно продуктовый свой, не через вот внутренние российские процессы. А если бы я знала об этом, то я, конечно, бы раньше пришла сюда и больше бы получила. Как тебе сказать, мы жалеем не об ошибках, мы жалеем об упущенных возможностях. Да, вот это то, что я всегда об этом говорю, и мне всегда хочется всё иногда, если честно, ускорить события и сделать всё быстрее, чем это требует время. Я не могу сказать, что я визуализирую свои цели, но я люблю их достигать. То есть я представляю себе, как оно должно быть, как должны сложиться различные кусочки той картины, куда я иду, и я буду упорно к ней идти, несмотря ни на что. Но, конечно, мир, вот это сообщество, где люди друг с другом общаются, и действительно, ты можешь сократить путь. Ты можешь сократить путь мытарств при выборе какого-то поставщика. Ты можешь сократить путь, получив какой-то совет от коллеги, что вот я вот это вот пробовала, и это не очень зашло. Это не всегда, единственное, что это не всегда работает, потому что у каждого человека и у каждого бренда свой путь, свой собственный жизненный цикл. Знаешь, мне очень часто задают вопрос, вот на тушам идёт 4 дня. Чем, Аня, ты занимаешься другие 350 дней в году? А 350 дней в году мы делаем, собственно говоря, вот то, что вот эти 4 дня, они состоялись. Это мы ищем компании по всему миру, мы смотрим тренды, мы формируем конференцию. 4 дня мы, собственно говоря, собираем людей со всей страны, чтобы они именно внесли в свой график, нашли время, приехать на Интершем, посмотреть на новые бренды. Когда ты вот ведёшь вот эти вот компании по, скажем так, предпринимательской жизни, это да, с очень многими людьми и ты уже становишься личным другом и дружишь по 25 лет с другими, ты поддерживаешься, стараешься когда-то дать какой-то совет, когда-то действительно помочь какими-то контактами, потому что Интершем, конечно, большие у команды контакты и в Китае, и в Индии, и мы всячески, и в Иране, и мы смотрим на различные сегменты рынка и, безусловно, знаем основных игроков и помогаем развивать. Как вот мы с тобой говорили, что твоя миссия – это для того, чтобы сделать профессию уважаемой, и чтобы в бьюти стремились люди, и чтобы это вот действительно была не история, которую люди воспринимают с их мылкой, говоря, баночки-кисточки, а что это вот действительно люди, которые работают в той сфере, которая ближе всего к человеку, которая поднимает ему настроение, которая может изменить его жизнь, придать уверенности в себе, создать своё дело, быть независимым. И это же так важно. И даже тут дело не в том, не в гендере, там, мужчина, женщина, а в целом, что это не просто иногда тушь или губная помада, это может за этим за всем стоит и тяжёлый труд, и иногда способность придать человеку силы и энергии свернуть горы. Соглашусь. А сколько в команде человек? У нас достаточно большая команда. В принципе, у нас в компании работает 48 человек, но мы кроме Интершарма делаем ещё, и это, наверное, будет большим удивлением для многих людей, что кроме Интершарма мы делаем ещё 8 выставок в разных отраслях, начиная от инфраструктуры гражданской авиации, аэропортов, заканчивая слёзно-бумажной выставкой в Питере. И это тоже, кстати, очень сильно помогает, потому что ты видишь, как строятся другие отрасли, и понятно, что я очень много внимания уделяю бьюти, и с учётом моего блога, который я веду и рассказываю, который должен служить вдохновением по-разному. Кстати, ты сказала бьюти-аде, я его когда придумывала, я подумала бьюти-ад. Ну, знаешь, непонятно, что иногда происходит, куча каких-то новинок, как в этом во всём разобраться. Мне показалось Анна Дычева. Анна Дычева, да. Ну, знаешь, такая игра слов Анна Дычева или бьюти-ад, как вот ад. Но мы между собой называем бьюти-ад. Я просто постеснялась. Нет, я не скрываю, что иногда, конечно, я с сарказмом рассказываю про какие-то новшества в отрасли, но он как раз служит для того, чтобы быстренько, одной строкой, вот, собственно говоря, давать людям вдохновение. Но сейчас не об этом. А я потом очень хочу поговорить о этом Телеграм-канале, потому что он потрясающий, я всем рекомендую на него подписаться. Спасибо. Там самые первые новости, которые вообще можно в бьюти увидеть. И каждый раз, когда я эти новости читаю, у меня вопрос, где этот портал, который даёт тебе эту информацию? Потому что я вот об этом могу узнать или не могу вообще узнать через какое-то время, а читая у тебя это сильно раньше. Ну, слушайте, за 25 лет работы в индустрии я обросла огромным количеством знакомых по всему миру, пиарщики, создатели брендов, журналисты за рубежом, во Франции, в Италии, в Англии, которые специализируются на теме бьюти. Есть консультанты, маркетинговые компании, которые занимаются маркетинговыми исследованиями. Это такой определённый, я являюсь частью этого сообщества, и они мне всегда там, смотри, что интересное там происходит, либо ссылку кинут. Дальше я, конечно, очень много читаю различной профессиональной литературы. Вопрос ещё о насмотренности, ты за некоторыми людьми, брендами наблюдаешь заранее и думаешь, вот тут вот что-то будет интересное. Тут вот была история, два года назад я приехала в Китай, и у меня был списочек брендов китайских, которые я хочу посмотреть. А сын у меня китаист, он блестяще говорит по-китайски, и он меня сопровождал по этим пунктам, и говорит, почему именно эти бренды? Я говорю, ты знаешь, мне кажется, что в них есть что-то такое, мне надо их сами в руках подержать, посмотреть вот эти розничные пространства, поговорить с консультантами, чтобы понять. И вот буквально на прошлой неделе Лореалик купил доли в двух из этих брендов, миноритарные, но это говорит о том, что эти бренды действительно звёздочки, если не только я их заметила, но и директора по развитию. Но я думаю, что мы все наблюдаем друг за другом действительно сбор информации для этого блога тяжёлый труд, который невозможно никому делегировать, потому что я помню, что какой-то бренд запускался в 2008 году, он был похож на вот тот, что сейчас там один и тот же человек стоит у истоков этого бренда или ещё что-то в этом духе. Такие хитросплетения, неройные связи у меня в голове сложно кому-то передать. И, конечно, там насмотренность. Я обожаю ездить на международные выставки, обожаю разговаривать с потребителями, как они оценивают бренды, логотипы, пресс-релизы, статьи, как люди их воспринимают очень. У меня есть роскошь, общение с такими людьми, как ты, которые создают свои бренды. Я люблю вас слушать, люблю знать, чем вы живёте, чем вы вдохновляетесь. Если мой блог хоть капельку помогает таким людям, как ты, в сжатой форме, просто подкинуть какую-то мысль, которую ты потом переработаешь, и она послужит вдохновением для нового толчка для твоего бизнеса, то я считаю, что моя миссия выполнена. А с точки зрения команды Интершарма у нас работает 8 человек, которые делают экспозицию, 2 маркетолога, которые занимаются продвижением выставки для того, чтобы как можно больше людей в регионах молодых предпринимателей узнали и приехали на Интершарм, и 2 программных директора, которые создают программу конференционную для разных сегментов. Ты же знаешь, Интершарма, это 8 выставок в одной, и косметологи, и визажисты, и парикмахеры, и мастера маникюра, и производители, и поставщики сырья, и ритейлеры. И нужно сделать так, чтобы им всем, этим людям, очень разным, где химик, технолог на косметическом предприятии, и, например, там, я не знаю, стилист. Разные интересы, разные форматы заходят им, и поэтому мы должны создать для них, для каждого точку притяжения. И, да, и, ну, конечно, когда выставка, мы все погружаем, все свои дела бросаемся и погружаемся и делаем. Но так, в принципе, команда не очень большая. Но очень дружно, и у нас в команде работают люди, которые 30 лет делают эту выставку. То есть такой костяк, да? Да, да, у нас вообще ребята по очень много лет работают, потому что это как бы, знаешь, мы говорим, как one love, одна единственная большая любовь к жизни, и ребята там приходили со студенческой скамьи и продолжают работать. И он, ну, на самом деле, дает возможность... Он никогда не бывает таким же, как в прошлом году. Мне очень нравится ваша конференционная часть. Я всегда стараюсь покупать на нее билеты, там же отдельный вход, и стараюсь всегда присутствовать, потому что я точечно выбираю темы, я очень часто покупаю на все конференции и уже выбираю то, что мне на сегодня откликается. Я люблю эту тему учиться. И если, может быть, кому-то не нужно посещение, не нужны бренды, знакомство с ними, то вот конференционная часть очень сильная всегда. И там можно познакомиться с классными спикерами, посмотреть существующий рынок, аналитику рынка, ну и вообще настроение. Вот вообще классная эта тема, потому что в рамках двух, трех, четырех дней ты по сути о бьюти узнаешь все, что тебя интересует. Это такой метод прям активного погружения, где ты можешь и фактологическую информацию получить, и бизнес сделать, и вообще, в принципе, те знакомства, которые завязываются на выставке, они, там, знаешь, вот царит такая атмосфера, где вроде бы все располагают друг другу к общению. Просто каждый опыт, каждое общение с человеком, оно обогащает тебя эмоционально. А если ты еще и создаешь свой собственный бренд, то, конечно, вот тут вот эмоции и вдохновение, они очень важны. Ты вот где получаешь, вот где точка вдохновения? Конечно, общение с покупателями, конечно, до сих пор активно это использую. У меня сильный тоже телеграм-канал, непосредственно с покупателями там хорошо общаемся. Я даже их не могу назвать покупатели. Ну, это скорее, наверное, твое комьюнити, да? Комьюнити, да. Наверное, вот один из немногих таких брендов в России, который построен вокруг комьюнити. Мы непосредственно общаемся в телеграм-канале, мы создаем продукты. Мне даже не надо, вот Наташа говорила о том, что она очень много тратит на маркетинговые исследования. Я ни разу в жизни их не проводила. Я, конечно, не согласна, но не то, что ты так не делай, а не согласна в рамках своего бренда это делать. Потому что ко мне, когда пришел очень сильный маркетолог, она тоже говорила, что нужно делать маркетинговые исследования, но проработав пару месяцев, она сказала, в этом бренде не нужны они. Потому что я задаю вопросы уже непосредственно этим 50 тысячам моих подписчиков комьюнити. Я точно понимаю, что сегодня нужно, что сегодня не нужно, чего ждут, чего не ждут, что будет утопией, даже если мне это кажется прям суперпродуктом, и что выстрелит однозначно. Еще мы очень любим там создавать свет в рамках уже готового продукта, тестировать и выбирать. Это правда очень классно, это экономит время и деньги на вот эти маркетинговые исследования. Я не знаю, говорили тебе или нет, ты, конечно, российский гласе. Вот с точки зрения влияния сообщества, очень многие бренды, и мировые, и российские, пытались повторить вот этот вот, когда сообщество помогает растить бренд, создавать продукты. Потому что, ну, понятно, что у нас есть разные школы маркетинга. Одна там школа маркетинга, они спрашивают потребителя, чего он хочет, потому что он не знает, чего он хочет. Его надо объяснить, чего он хочет. И сделать такой продукт, и правильно его объяснить. Другие говорят, давайте проведём 38 тысяч исследований и поймём, что потребитель хочет там тушь. Ну, образно говоря. А у тебя вот это вот сообщество, ну, это же очень виртуозное, оно требовательное же, это сообщество. Да, да. И оно, наверное, требует определ... Ну, тебе сложно, вот... Ну, наверное, не прощает ошибок. Соглашусь. Ну, мне, наверное, немножко повезло, потому что я же бывший визажист. Я всё-таки даю почву, над которой можно думать. То есть я не говорю, а давайте что-нибудь сделаем. Я говорю, вот я вот это придумала, как вам это? И они говорят, да или нет. Если говорят, ну, какие-то комментарии про нет, я думаю, а что здесь можно исправить? Исправляю, предлагаю ещё раз. Многие уже не помнят, что это когда-то предлагалось. Но это уже какой-то другой вариант, и он может очень сильно залететь. Там, по упаковке особенно, потому что текстуры и качества тяжело передать через... Слова и картинку. Да, а вот визуал, конечно, мне очень коллеги... Ну, я их уже прям коллегами называю, потому что мне действительно, моё сообщество, мой телеграм-канал... Сосозидание. Многие из них, когда выбирали этот цвет, этот оттенок, и его всё-таки бренд выпускает, они его хотят приобрести, потому что они его выбрали, они его сделали. И мне кажется, это очень красивая такая история. И как будто бы я даю возможность этим 50 тысячам женщин и мужчин, там тоже есть мужчины, быть немножко созидателем бьюти большой истории. И я с радостью делюсь. Мне многие говорили, у меня сейчас очень много заявок для того, чтобы я делала, помогала им бренд. И... Ну, через свой завод, который мы ещё не достроили, но он в планах в этом году запустится. У меня немножко не вышел запуск в этом декабре, потому что я поняла, когда начала делать завод, огромное количество запросов на контрактные. Да, это правда. Особенно на малотиражный контракт по декоративной. Да. И я поняла, что то, что мы по квадратурам сделали, мы уже сами в это не вместимся. А это большая квадратура. Мы сегодня в месяц сделаем два... Уже на российских контрактных, именно в рамках разлива, 2 миллиона единиц продукции нашей в месяц. Неплохо. Да. Поэтому я понимаю, что если я останусь в той квадратуре, которая я запланировала, я просто даже себе не успею сделать. И мы там немножко расширяемся. То есть не успев открыться, решили расшириться. Да. Молодцы. Да. И поэтому немножко задержка такая. Ну и станки идут из-за вот всяких событий немножко сложности. Ну да, сложно сейчас с логистикой. Но да, конечно, это вот удивительно, потому что так много сейчас говорят про создание вот сообщества, там, личного бренда. Ну это тяжёлая ответственность, с одной стороны, да. Если бы меня спросили, имея мой опыт, запускалась бы я с личным брендом или нет, но имея все знания, которые у меня сейчас есть, я бы не запускалась с личным брендом. Почему? Потому что у тебя нет свободы вообще. Я бы запускалась, возможно, через какую-то экспертность свою. Ну вот называть своё... Свой продукт, своим именем. Великая ответственность, великая сила и постоянное присутствие. У нас был круглый стол. На Интершарме этой осенью разговаривали с двумя создателями брендов, чьё... их имя в названии бренда. И вот они примерно говорили о том, как их закалил этот жизненный опыт. Нет, ну я, конечно, железная внутри. Да, как закалил, и что критика в адрес продукта всегда переносится там на личность, и может быть, и сам человек не хочет её перенести, а ты как бы её автоматически транслируешь, да, и что это требует определённого силы духа для того, чтобы это достойно перенести и конвертировать в позитив и в улучшение продукта, но это такой этап взросления, да, достаточно интересно. А ты вот говорила, что люди хотят у тебя, чтобы ты их консультировал по созданию своих брендов. Это люди с большим медийным бэкграундом, они хотят делать хороший продукт, а не тот, который им предлагается на просто как на мясорубке. Почему ко мне обращаются? Потому что видят, что я каждый продукт дорабатываю, каждый продукт разрабатываю, у меня каждый продукт выстреливает, у меня нет продуктов аутсайдеров, у нас продуктов категории А сильно больше, чем продуктов Б и С, и это уникально для бренда, и, конечно, они хотят. Я не могу согласиться на это, потому что у меня нет ресурса, я строю завод, в дне к сожалению только 24 часа. Да, я запускаю 13 марта новый бренд Эстепик, это такая забота о теле, я запускаю в мае Наталья Шик бренд премиальной косметики, рынок пустой у нас на российском рынке. Премиальный уход или премиальный декор? Декор, премиальный декор, он у меня долго лежал в сундуке, я не могла его в бренде Шик выпустить, потому что ценовая категория не позволяла, ценовое позиционирование бренда мне не позволяло выпустить эти продукты, там себестоимость была выше возможной, которую я могу позволить себе в бренде в рамках этой ценовой категории. Вот если ты была на всех выставках, то я была практически на всех заводах, и я не могу сегодня этот продукт не могла позволить, потому что я в рамках бренда Шик не могла позволить это ценовое позиционирование, А если мы говорим о тенях Dior, Tom Ford, Charlotte Tilbury, сегодняшний фаворит, то это все-таки даже не заводы, а формула, которая стоит очень дорого. Да, это правда. Это просто закупить в Италии тот же Балк и сделать фасовку в России, мы уменьшим стоимость. И по сути можно люкс, который есть в люксе, позиционировать в миддл-сегменте. Ну и я в шик так делаю, потому что у меня формула, особенно фондейшн, пудры очень дорогие, но я заказываю Балк и уже на производстве фасовую. Интересно. Интересно. Конечно, вот очень часто есть вот тоже две школы мысли. Одни говорят, что нельзя раскрывать все секреты мастерства, да, что вот где-то можно купить Балк, здесь можно расфасовать, что потребителю не обязательно это знать. Мне кажется, что сейчас современный потребитель, он хочет понимать, да, вот ты тесно общаешься с своей аудиторией, и нам тоже кажется, что сейчас глубина желания понимать бизнес-процессы у потребителя, и из чего складывается стоимость продукта. Единственное, что мы не всегда правильно доносим на эту мысль, потому что там люди делают разборы составов, но не всегда в полной мере понимают особенности. Мы не можем по инкам судить состав продукта, потому что процент ввода ингредиентов настолько разный, не прописан, и в рамках инки ты не поймёшь. Да, и сочетание продукта, все время говорю, борщ, он у каждой хозяйки свой. Он делается из шести ингредиентов, они одни и те же, но только свёкла иногда разная, у кого-то есть какой-то маленький ингредиент, который добавляют, не случайно говорят, вот я люблю твой борщ. Да, соглашусь. Вот поэтому же я понимаю, что нельзя сравнивать великую косметику с борщом, но в принципе делается так. Но инки будут одинаковые. Но инки будут одинаковые, да. И часто же можно повторить формулу по инкам, но это не будет та формула. И не будет тот продукт. И не будет тот продукт. Хотя вроде инки будут там. Да, один в один, зеркально. Поэтому да, но мне кажется, что сейчас, конечно, много людей хотят прийти работать в профессию в бьюти. Много людей очень сильно интересуются и сейчас действительно там смотрят, потому что косметический продукт тоже воспринимается. Не хочется разочарований, поэтому внимательно подходят к выбору. И вот, наверное, такие откровенные создатели, за ними и идёт, собственно говоря, аудитория из-за, наверное, открытости и объективности в какой-то степени. Но я очень хочу играть в долгую. И мне важно зарабатывать в бизнесе, потому что у меня большая команда, которой нужно платить зарплату. Я хочу долго работающий бренд. И мне кажется, что люди с таким осознанием, производители и бренды, они не делают заведомо плохо. То есть они заведомо стараются сделать продукт качественным. И вот эти вот всякие расследования, изучение составов, они, возможно, только мешают развивающимся классным брендам, которые могут что-то на этом рынке сегодня сделать. Потому что я мало знаю производителей и создателей брендов, но с теми, с кем я знакома, они, безусловно, любят своё детище. Они гордятся им и пытаются сделать максимум полезного в рамках своего продукта. Вот никого я не видела, кто хотел бы там навалить чего-то. Но это же сразу чувствуется. Я всё время говорю о том, что удержать клиента существенно дешевле, чем найти нового. Чисто просто экономика процесса, что привлечение каждого нового. И поэтому процент повторных покупок, он ключевой для любого бизнеса. Например, у Интершарма клиенты, которые возвращаются из года в год, это так на минуточку 82%. Это огромный процент. Учитывая, что мы растём, мы привлекаем новых клиентов, это крайне важно. Это говорит, что там высокий уровень удовлетворённости. Если ты рисуешь себе картину такого существования бренда-долгожителя, то, конечно, ты совершенно иначе подходишь к построению своего продукта. Ты душу в него вкладываешь. И команда, которая над ним работает, тоже понятно, что это тоже бизнес. И ты хочешь удержать людей, и ты хочешь, чтобы им было интересно, чтобы у них была мотивация продолжать работать. Но и у клиентов тоже создание качественного продукта. Человек должен гордиться тем, что он делает. Давай с тобой перейдём к понятному для всех. И я хочу задать вопрос. Сколько сегодня тратит среднестатистическая женщина на косметику? Знаешь, ты удивишься, что мы считаем, что моментом зарождения профимерно-косметического рынка примерно на постсоветском пространстве это 1994 год. Вот там появился Интершарм, появились первые дистрибуторы, начало формироваться российское производство в постсоветских реалиях. И вот 30 лет мы жили, развивались у нас и розницы, и специализированные, и мегамаркеты, и онлайн-продажи развились, и так далее, и так далее. А вот чёткой статистики по рынку так и не появилось. То есть вот 30 лет спустя у нас всё время экспертные оценочные данные. Но сейчас вот появились данные, например, системы банков, фискальные и так далее, которые считают. Ну, в среднем средний чек варьируется от 3500 до 4700 на душу населения в год. Но душ населения у нас, население большое, это и младенцы, и пожилые люди. Понятно, что кто-то тратит и 50 тысяч в год, а кто-то и 3 тысячи. Но в среднем, вот мы можем сказать, что среднестатистическая европейская женщина тратит, если мне не изменяет память, в районе 160 евро в год на душ населения. А у нас, ну, вот там 4,5-4,7 тысячи. А вообще какой объём рынка? Ну, объём рынка где-то порядка сейчас 11 миллиардов долларов США. Мы входим, в принципе, в десятку крупнейших рынков парфюмерно-косметических. У нас это прежде всего связано с тем, что мы не отстаём по количеству продуктов, которые мы покупаем. У нас, может быть, цена продукта ниже. У нас больше, ну, наверное, лучше, чем у нас развита онлайн покупки, наверное, только в Китае. Мы, конечно, в этом плане сильно опережаем европейский рынок с точки зрения скорости доставки. И даже американский? Ну, американский, он, конечно, тоже сильно, тоже развит. Я сейчас больше про европейский говорю. И поэтому, что у нас есть? У нас нету, скажем, каких-то среднестатистической российской женщины, очень восприимчива к новинкам. Она очень восприимчива к продуктам из красоты. Она хочет экспериментировать. Она обладает аналитическими способностями сравнивать несколько продуктов с друг с другом. Доверяет советам друзей и знакомых из семьи. Но понятно, что средний чек, тот, который мы тратим на отдельно взятый продукт, будет ниже, чем у среднестатистической европейской женщины. Но нужно ещё сказать, что мы больше пользуемся косметикой. Соглашусь, мы покупаем и пользуемся. И пользуемся, да. Потому что вот вопрос, что покупка же не всегда равно пользоваться. Мы активно пользуемся косметикой. Мы оцениваем её плюсы и минусы. Да, у нас есть классические ошибки. И они есть у всех. Это общемировая проблема. 81% женщин не встанет определить правильно свой тип кожи. А это только российские женщины? Вообще, все. Глобально. И тут, когда меня спрашивают, вот я пользуюсь, вот вопрос, который меня все доставят в тупик. Когда моя подруга звонит, я говорю, я сейчас в косметическом магазине. Какой крем мне купить? Согласись, сложный вопрос. Или там, что мне купить дочери? Какой цвет глаз у дочери? Какая кожа у дочери? Сколько лет дочери? И так далее, и так далее. Ну, даже декоративную косметику подобрать ты вот так вот не сможешь. И, соответственно, тут же возникает вопрос, что ты... То, что подходит тебе, не факт, что подойдёт твоей ближайшей подруге. Потому что у вас может быть там и разный возраст, и разный гормональный фон, разный климат, в котором вы живёте. И разный тип кожи. И вот это вот... Я купила крем, и он плохой, потому что он мне не подошёл. Мне всегда справедливо по отношению к создателю бренда. Потому что, если ты купил обувь, которая тебе не подходит по размеру, это не значит, что туфли плохие. Ну, согласись, бывает такое. То же самое, что я надеюсь очень сильно, что технологии, которые будут развиваться, они позволят нам правильно определять свой тип кожи, вот эти все различные гаджеты, которые сейчас есть. Да и, в принципе, доступность косметологов по всей стране. Всего лишь навсего определить тип кожи, и уже чуть проще ты сокращаешь себе процент ошибки, которые ты делаешь при покупке. Вот, поэтому да. То есть больше заниматься образовательной деятельностью в том числе. Больше понимать себя и слышать, что нужно твоей коже, и какая она твоя кожа. Вот, а так рынок растёт. Он растёт, конечно, не так, как он рос в 2000-х. А всё-таки произошёл какой-то рост с уходом, именно рост российских брендов с уходом иностранных брендов или нет? Ты знаешь, я слышала, что в прошлом подкасте Наташа Ракотч меня цитировала, когда говорила, что было несколько окон возможностей для российского производства. Да, сейчас огромное окно возможностей для российских производителей, оно связано с целым рядом вопросов. Ну, на самом деле, первое, это видимая ситуация, что очень много брендов ушло. Есть бренды, которые ушли-ушли, есть бренды, которые ушли, чтобы остаться, есть бренды, которые работают в тишине, и это, ну, на самом деле, может быть не очень хорошо, потому что они в большей мере не могут доносить потребителям преимущества своего продукта, заниматься образовательной деятельностью и так далее. Но с другой стороны… Ну, для… Можно я вот свою ремарочку вставлю? Очень… Потребители очень обеспокоены тем, что сейчас большие магазины перестали вкладывать пробники. А перестали они вкладывать пробники, потому что это была маркетинговая поддержка от брендов, которые сейчас… А это были зачастую иностранные бренды, которые сейчас в тишине и не имеют возможности давать вот эту маркетинговую активность. Поэтому, покупая продукты в магазинах… Ты должен инвестировать в полноразмерный продукт, не имея возможности его попробовать. Да, и это тоже как бы и минус. Для бьюти-бизнеса, для развития. Для бьюти-бизнеса, да, пробовать это очень важно. Сейчас мы видим действительно ренессанс российского производства, и он связан с несколькими вещами. Первое – изменился потребитель. Он не так критично относится к национальности бренда. Да. То есть это… Мы сейчас ок к российскому бренду. Мы вообще в принципе ок к бренду, который отвечает нашим ценностям, открытости, соотношению цены и качества. Наверное, на… Где сделано, мы смотрим, наверное, там… В последнюю. Ну, не в последнюю, там, на третьем, на четвертом месте в списке критериев. Это первое. Это вот то, к чему мы шли последние несколько лет, и усилия твои. Я не стеснялась говорить, что это российский бренд. Вообще никак. Ну, то есть я не понимала тенденцию. Для меня важен был продукт, потому что страна-производитель, но для меня всегда на последнем месте. Ну, вот на третьем, на четвертом, на пятом. Лично для меня, как для визажиста, мне нужно было качество продукта. Да. И я не стеснялась говорить, что это российский бренд. Но вот сейчас это как будто бы даже классно. Это предмет гордости, да? Но это вот за счёт таких пионеров, как вы. И мы на Интершарме тоже всегда старались подсветить Да, я слышала это. Их производителей. Больше, может быть, чем всех остальных, что обратите внимание, посмотрите. Мы даже делали там, я не знаю. У нас и премия от вас есть. Да, премия от вас есть. Да, золотая медаль Интершарма. И мы ещё делали российскую косметическую карту, географическую, потому что столько всего интересного. Там вода из источников Тюмени. Есть, там, я не знаю, бренды с Пскова. Есть бренд с Кировским мхом. Есть архангельские водоросли. То есть вот реально это же огромные совершенно кладезь всего интересного. Надо просто немножко снять шоры и увидеть. И вот, собственно говоря, такие люди, как вы, пионеры, вы прокладывали путь изменения восприятия к брендам без какого-то там снобизма, без уничижения, без вот этого вот, и без комплекса неполноценности. Вы гордились тем, что вы делаете. Это первое. Значит, у нас изменился потребитель. Второе. У нас стало, открылись возможности диалога с потребителем. Когда вот раньше мы могли с тобой сделать так, чтобы несколько сотен тысяч твоих подписчиков услышали наш диалог. То есть это опять-таки нам цифровизация в какой-то степени помогла донести. Ты можешь общаться со своим сообществом. Я могу общаться с посетителями Интершарма, со своими подписчиками, получать моментальную обратную связь. То есть вот звёзды таким образом сложились. Это два. Третье, безусловно, розница сейчас. Ты говоришь, меня розница хотела. Ну, я имею в виду, у тебя, твой бренд хотела розница. Российские розничные. Нас очень поддерживает «Золотое яблоко». Очень. Во всех начинаниях. Всегда является таким прям желанием. Не просто там вы вошли и делаете всё, что хотите. У нас, конечно, хороший контакт и большая поддержка. Да, вот такой кураторский подход. Ведь сети, они выступают куратором того, что представлено на их полке. Поэтому изменилось восприятие потребителя, возникли каналы коммуникации. Дальше всё-таки выросло новое поколение. Ты не забывай, что когда в 1994 году открылось первое окно возможностей, наверное, у нас не было в стране той школы маркетинга. Которая была нужна. У нас были прекрасные технологи. Они и сейчас есть. Их технологи просто мало. Но не было той школы маркетинга. Может быть, мы в полной мере не могли воспользоваться теми возможностями. Потому что, естественно, когда приходила крупная транснациональная компания своим штатом, MBA, маркетологов и огромными бюджетами, почему сейчас ещё очень сложно. Представляешь, если 20 миллиардов компания тратила на построение своего бренда в течение 10 лет, как ты можешь сделать так, чтобы потребитель первым делом на улице в списке 5 брендов узнаваемости называл твой бренд, когда ему в течение 10-15 лет из телевизора рассказывали именно про этот бренд. При этом я всё время говорю, что у нас изменились каналы коммуникации, у нас появилась огромная плеяда талантливых молодых маркетологов, которые могут продвигать бренд, у нас изменилось восприятие потребителя к отечественной косметике, у нас появилось больше, наверное, предпринимательский потенциал, когда люди хотят создавать свои собственные бренды. И идти в эту профессию, воспринимая её как достойную профессию и как бизнес. И поэтому у нас есть, в принципе, механизмы государственной поддержки, как бы нам казалось, что, может быть, её и недостаточно, но она есть. Поэтому, в принципе, в последние 3-4 года есть все слагаемые успеха для того, чтобы создать и развивать свой собственный бренд. Ну а дальше, конечно, упорство, фортуна, какие-то... Но все ли бренды, которые запускаются, они успешны и выстреливают? Ну, конечно, нет, да, наверное, ответим? А какой процент? На самом деле, Россия точно такая же экономика, как и все остальные потребители. То есть мы можем совершенно спокойно отреполировать западный опыт на российский опыт. И мы знаем, что в течение 4-х лет существенный процент брендов не переживает вот эту стадию взросления. И этот момент надо ловить, чтобы его избежать. Да, процент выживания небольшой. Это есть, естественно, на рынке естественный отбор. А есть статистика? Ну, скажем, если мы посмотрим на американские бренды, то там выживает где-то порядка 30-35% брендов после 4-х лет существования. Но есть и другой совершенно потрясающий путь. То есть ты либо переходишь на новый этап развития, либо есть примеры брендов, которые очень успешно продают себя крупным транснациональным компаниям. Не нужно давать себе установки на поражение. Нужно создавать установки именно на то, чтобы на первом этапе создавать бренд, в котором нету вот серьёзных уже изъянов. Потому что они потом через 3-4 года они к тебе вернутся более серьёзными проблемами, если ты ещё их на этапе взросления не решил. Обычно я вижу, что молодые предприниматели забывают зарегистрировать торговую марку, когда запускают. Молодые предприниматели не думают, ну, 3-4 года финансовый план. Кассовых разрывов очень много. Хотят в сети, но не понимают, какой это тяжёлый труд и инвестиция. Раньше манной небесной было попасть на полку в магазин. Но цель-то совсем другая. Иногда, знаешь, пошла Машенька по грибы, по ягоды, вернулась ни с чем. Морально надо чётче ставить задачу. То есть цель не попасть на полку. Цель попасть в косметичку к женщине. На полочку в ванной. Вот это конечная цель. И если ты даже попал в розницу, что не всегда просто, сложно и требует тоже серьёзных форкастирования и продаж, и форкастирования производства, инвестиций в производство, замораживания денег в продукте. И когда ты производитель, замораживание денег происходит гораздо больше, чем ты дистрибьюцией занимаешься. Однозначно. Потому что цикл производства и логистики слишком большой. Слишком большой. И поэтому здесь вопрос заключается в том, не нужно сдаваться на последние мили. Очень важен маркетинг, качество фотографий, качество текстов. Иногда всю душу человек выкладывает в создание продукта, а потом, когда надо сделать ревок, уже и силы иссякли. И, конечно, правильное целеполагание. Потому что целеполагание – это вот в сердечко, на полочку в ванную, в косметичку к женщине. А сеть, маркетплейс – это лишь этапы прохождения твоего продукта. И ты всегда должен думать о конечной цели. Да, я соглашусь. У меня, конечно, вопрос, который волнует многих девчонок, потому что все следим за звёздами. В Америке много лет уже это активно используется, когда звезда либо просто лицо, либо создаёт собственный бренд. И раньше это была не очень качественная продукция, а сейчас это всё-таки такие классные бренды с хорошей репутацией, с хорошими продуктами. Возможно ли то же самое у нас в России? Возможно. Но здесь, наверное, нужно... Как в анекдоте про аленький цветочек. Начнём издалека. Суть заключается в следующем, что... Ну, давай не забывать, что Фенти, Рианы – это всё-таки проект ЛВМАШ. И Сифоры и так далее. То есть это всё-таки машина. То есть есть огромное количество и не совсем удачных в финансовом плане историй, которые мы знаем. Мы их просто меньше видим. Да, есть несколько жанров. Звезда, так называемый, селебрити-маркетинг. Ты будешь нашим образом, два раза подержишь продукт в руках, и все твои фанаты пойдут его купят. Есть другой способ, когда человек сам создаёт свой бренд. Но когда человек сам создаёт свой бренд... Почему мы видим так много успешных историй последние несколько лет? Потому что появились специальные инкубаторы. Бизнес-инкубаторы, куда звезда не всегда сама вкладывает свои деньги, а деньги в этот инкубатор вкладывают венчурные инвесторы или ангел-инвесторы и так далее. И в этом инкубаторе есть не только деньги, но и экспертиза в области маркетинга, производства, упаковки, розницы, ритейла. И это прямо вся команда сплачивается вокруг этого селебрити и начинает создавать ему как конструктор вот этот вот бренд со всеми вытекающими отсюда деталями. Эта же команда может делать на заказ кому-нибудь другому, кто не хочет аффилировать свой бренд своим именем. И вот эти вот инкубаторов, их сейчас очень много. Моя мечта это создать в России. Пытаюсь уговорить несколько крупных российских производителей косметических, чтобы они инвестировали, ну, помогли, сделали такие инкубаторы для стартапов, чтобы можно было их развивать именно не с точки зрения финансов, а с точки зрения вот этой вот команды, где не только деньги, но и экспертиза, знание, опыт, и чтобы это вот была действительно инкубаторская такая история. Ну, может быть, когда-нибудь мне удастся осуществить эту мечту. И мне еще кажется, что та вещь, которой у нас еще в России пока нет, это когда потребитель выступает соинвестором бренда, да, то есть либо это в форме краудфандинга, да, либо это в форме, действительно, когда ты видишь какой-то продукт, или какую-то концепцию бренда, и ты можешь заранее инвестировать в него и стать его совладельцем, и смотреть, как он растет. У нас пока вот такой вот инвестиционный потенциал потребителя, где ты не только тратишь деньги на помадку, но ты и инвестируешь в свой, ну, не в свой лично косметический бренд, а в некий бренд как бизнес, и смотришь, как он развивает. Давай вернемся в момент, когда Интершарм получил русскую прописку, как это произошло и как это удалось, и вообще вот этот механизм, и вы же, мне кажется, изменили даже название. На один год, да. Ну, дело в том, что Интершарм появился, соответственно, в 1994 году, и он существовал, это российский бренд, его делала российская компания, но потом, в декабре 2007 года, собственники приняли решение продать эту выставку крупнейшему в мире зарубежному выставочному организатору, собственно говоря, Read Exhibitions. Какие у них еще в портфеле выставки? Очень известные есть выставки, есть выставки, которые знают очень многие российские технологи и производители. Это выставка, например, InCosmetics, это выставка сырья косметического, которая очень много лет проходит по всему миру, и эта компания делает выставки, 500 выставок по всему миру, и вот, собственно говоря, Интершарм стал одним из этих проектов, который был куплен в России. Но в марте 2022 года, по понятным причинам, английский собственник принял решение больше не проводить выставки в России, решил уйти из России. Соответственно, наша команда не смогла допустить того, чтобы бренд российский, рожденный на российской территории, который был создан для развития российского парфюмерно-косметического рынка, так вот закончил свое существование, и поэтому мы достигли договоренностей, и, соответственно, наш трудовой коллектив возобновил. У нас была небольшая техническая пауза, когда мы проводили выставку под названием Иншарм. У нас как раз тогда происходило переоформление документов на право собственности бренда, и наша детка вернулась домой на ту, собственно говоря, почву, где он был рожден, и мы очень четко понимали, что мы хотим и как мы хотим достичь этой цели. Это вот когда ты знаешь, какая цель, и наша цель была оставить Иншарм на родине, чтобы он продолжал и развивался. И мы понимали, что именно в тот момент, вот в 2022 году нашему рынку как никогда нужна была площадка для того, чтобы все пришли и обменялись мнениями, посмотрели, куда мы идем, зарядились друг у друга сил, посмотрели на ландшафт рынка. И поэтому, собственно говоря, действительно, вот для меня Иншарм эти 25 лет, вот этот вот путь от сотрудника до одного из собственников этого проекта, до молодого сотрудника, до одного из собственников этого проекта, прошел именно в понимании, когда вот как ты знаешь весь процесс, что нужно для того, чтобы какие процесс производства, как должен пройти, какая текстура, как это должно быть, температура, нагрев и так далее, и так далее, чтобы получился продукт. Так, собственно говоря, и у меня, но самое главное, это вот те письма посетителей, экспонентов, которые мы получаем, где мы можем перевернуть, создать как бы успех бренда, вот буквально там за несколько дней. Я почему-то была всегда уверена, что это твое дело. Слышишь, оно было моим делом не по... Да, бизнесу. Не по бизнесу, а потому что вот у человека должна быть страсть к работе. Нужно реально, чтобы тебя перло от того, что ты делаешь. Ты иногда устаешь, это правда, но тут рядом должны быть люди, и счастлив тот человек, рядом с которым есть люди, которые в сложную минуту могут сказать так, и вешаем нос, всё будет хорошо. Они, может быть, и не уверены, что всё будет хорошо, но ты сразу начинаешь в это верить, и двигаешься вперёд. Вот в этой всей истории, какую роль для тебя играет твой блог, он, по-моему, не монетизируется. Или монетизируется? Он практически не монетизируется, он только недавно... В нём начала появляться реклама, которую я очень активно маркирую, и сразу даю своим читателям понять, что это рекламная интеграция. Да, я его не монетизирую. Он служит в основном... Он появился абсолютно совершенно случайно в 2017 году с совпадением двух факторов. Один – это моя близкая подруга, очень талантливый пиарщик косметических брендов и клиникс, сказал, что у каждого уважающего себя человека должно быть некое присутствие в социальных сетях, а у меня его не было. И ещё мне очень часто звонили косметические производители и дистрибуторы по вечерам домой с словами «Слушай, мы не хотели тебя беспокоить на работе, у нас завтра там большая стратегическая сессия, или там я еду в командировку, так, скажи мне, что нынче модного в шампунях, что, значит, какие тренды, какое сырьё сейчас популярное, какие есть интересные бренды, что там на выставке посмотреть, с кем может быть договор какой-то заключить». И вот у меня вечер дома превращался в лекцию, в какой-то рассказ. И возникло ощущение, что если я буду публиковать какие-то свои мысли и какую-то такую информацию по трендам, то я просто сэкономлю себе немножко времени по вечерам. Но я, если честно говоря, не думала, что это превратится в отдельный огромный личный проект, потому что я его делаю самостоятельно, и моя задача находить как можно больше необычной информации, которая действительно профессиональная, которая может служить вдохновением. Вот прежде всего, вот здесь позаимствовать идею, здесь посмотреть, здесь увидеть, что есть, понять какой-то вектор развития потребительских предпочтений, учитывая, что очень много же происходит методом перекрёстного опыления. То есть вот мы видим, например, какие-то тренды в ресторанном бизнесе, в бизнесе, связанном с едой, в фитнесе, в моде. Это же всё так или иначе перекочёвывает в наш бизнес, в бьюти-индустрию. И главное, правильно это увидеть, предугадать, и вписаться, собственно говоря, в тренд, и смотреть какие-то лучшие, так называемые best practices, как можно оформить сайт, как можно выстроить коммуникацию с потребителем, как лучше написать пресс-релиз, как не делать вот таких ошибок, и так далее. Поэтому это превратилось теперь много лет спустя в постоянную работу, поскольку только 24 часа в сутки хочется не просто поверхностно писать посты, потому что у меня очень требовательная аудитория, если в основном сила бренда заключается в том, тут написала, сила блога заключается в том, что тут недавно увидела просто новость в каком-то информационном агентстве, что предприятие из Кирова, их косметика будет принимать участие в эксперименте на МКС. Какое-то непонятное было название, ООО и так далее. Я, значит, пишу в блоге, вот такой-то ООО даст свою косметику для испытаний на МКС. Дорогие писатели компании, если вы меня сейчас читаете, напишите мне, пожалуйста, расскажите поподробнее. Проходит 9 минут. Генеральный директор компании мне уже пишет в личку, это мы, вот, значит, мы действительно даем свою косметику на МКС и так далее, и так далее, и так далее. И люди иногда не ожидают то, что я о них, например, там что-то напишу. Я, безусловно, как сказать, всегда, никогда не пишу какие-то жареные факты, и всегда уважаю приватность компании и коммерческие тайны, потому что, конечно, очень часто мне многие доверяют, потому что я очень многих людей знаю, но они знают всегда, что у меня, всегда всё, что мне сказано, пока мне не разрешат об этом рассказывать, я никогда об этом никому говорить не буду. Но вот такой вот профессиональный рупор, он нужен, мне кажется, я это делаю не для развития личного бренда, а Скворея для... Потому что в моём случае это вопрос бизнес-репутации, не то, чем я живу, а те профессиональными навыками, которые я обладаю, знаниями, которые я обладаю, и как это отражается на том продукте, который делает наша команда Интершар. Вот это для меня важно. Ну и блог очень сильно вырос, мне кажется, даже за год. Да, там сейчас больше 50 тысяч подписчиков, это неожиданно для меня, и... Потому что новости расходятся по Телеграм, и люди переходят, и... Да, там много пересылок, много... А канал «Цена красоты» это ваш? Нет. Почему-то всегда вот вас... Дело в том, что, к сожалению, иногда новости из моего канала через какое-то время там появляются, и поэтому некоторые люди считают, что «Цена красоты» это официальный канал, который как бы имеет ко мне какое-то отношение. Нет, он не имеет ко мне никакого отношения. Скажем так, что иногда мы просто пишем об одних и тех же вещах. И, конечно, заканчивая уже этот подкаст, хочется спросить, а какие тренды нас ждут? Тренды... Самое интересное, что сейчас нету одного основополагающего тренда. Вот это вот главный тренд современности заключается в том, что если помнишь там во времена 25 лет назад каблук только такой, носу туфель только такой, помада только такая, сейчас тренд на полифоничность, на то, что в целом очень много различных субкультур и различных веней, которые нормализуют и делают модно много противоречащих между собой вещей. И вот, наверное, основной тренд это противоречия. Медленная красота, быстрая красота, скин-минимализм и обилие различных слоёв. Но в целом я думаю, что сейчас тренд вращается, да, или ещё там, натуральность, высокотехнологичность косметических средств. Вот пока весь мир метался между вот этими историями, больше тренды вращаются, как мне кажется, не вокруг продукта, а вокруг потребителя. Какой он, чем он живёт, что ему нужно, какие у него ценности, что у него с зелёной совестью, что у него, как рачительно он подходит к тратам, какую культуру он больше любит, какие сериалы он смотрит. И поэтому всё меньше мы говорим, мне кажется, о трендах в продуктах, сколько мы говорим о том, что косметика это вечный спутник человека на всех этапах его жизни, становления. В том он возрасте, когда ему ещё не нужно, ещё не нужен активный макияж или активный уход за кожей, или в том возрасте, когда он уже достаточно зрел, чтобы, может быть, от чего-то отказываться. Это просто помощник. Люди в стрессе после заболеваний ковида теряют волосы, косметическая индустрия готова подставить плечо. Тебе нужно уверенность, чуть-чуть прибавить уверенности в себе, избавиться от каких-то проблем с кожей. косметическая индустрия рядом. Ты хочешь себе улучшить настроение, хорошая упаковка мимимишная или софт-тач, или функциональные ингредиенты, которые сейчас активно используются во всём, от парфюмерии до блеска для губ, которые, по идее, должны повышать настроение, повышать работоспособность и так далее, духи, которые снимают головную боль. Вот это один из основных, мне кажется, трендов, когда вся индустрия вращается вокруг человека, и мне кажется, что здесь выигрыши только потребители. Спасибо огромное. Мне было очень приятно, и мне как будто мало оказалось. Я считаю, что это действительно уникальный подкаст, и кто его посмотрит, вдохновится, и конечно же подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите внизу, какого гостя вы ещё хотите у меня увидеть. Не забывайте переходить в социальные сети Канни, у неё потрясающий блог в Телеграм-канале, тоже сделаем ссылочку. Спасибо огромное. Спасибо. 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 Спасибо.